Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня мы с вами встретились вновь. Чтобы вы не забывали, когда выходит мое видео, а видео выходит у нас в понедельник, в среду, в пятницу и в субботу. В понедельник, в среду, в пятницу и в субботу. Итак, здравствуйте! У нас с вами, как обычно, ну, можно так сказать, каждый дневный влог, через день. Я надеюсь, вам нравится заходить на мой канал. Я стараюсь, девочки. У меня много проектов, которые я хочу выполнить, задуманных, записанных. Знаете, как говорится, там, что написано пером, то не вырубить топором. Значит, нужно это выполнить. У нас на улице небольшой морозец, прям совсем чуть-чуть, но какой-то, знаете, такой снежок. Он не снежок, а, как назвать так, ну, что-то такое наподобие снега, но это не снег, совсем мелкая, редкая. А люблю я, если зиму, то, знаете, чтобы снег падал такой, как будто вот на облаках где-то там выбивают перину или подушку. Крупный, пушистый снег, но уже хочется весны. Уже и у меня поделки-переделки, такие весенние задуманные, нужные, как я вам уже говорила, что я не делаю ничего так для мусора, лишь бы сделать, лишь бы вам показать. Я пересмотрела все, в связи с переездом у меня вообще в голове все поменялось. Александра говорит, что тебе, Светлана, пошло на пользу. Ну, в принципе, я хочу сказать, что мы с вами и раньше делали все нужное, и ничего такого, допустим, что мы с вами делали, я выбросила. Выбросила, такого нет. При переезде у меня знакомые попросили, я им отдала, так как это было хрупкое, допустим, даже упаковать, я боялась, что это могло сломаться. Но не отдала ни в коем случае. Помните, мы с вами делали весеннюю ключницу. Из FixPrice мы покупали различные материалы и ключницу сделали. Она мне так понравилась, что я ее не отдала, хотя у меня знакомая просила. Хотя я сейчас думаю, да я бы еще сделала. Нужно было отдать. Но как-то она мне, знаете, она прям была вот мое-мое. Потом свечи, вернее фонарики. Фонарики мы с вами делали новогодние. Тоже, ну, могла бы я их, наверное, перевести, но они такие были прям хрупкие, что пришлось бы мне все равно их переделывать. А знакомая попросила, говорит, Светлана, это очень круто, я смотрела твой, говорит, мастер-класс. Все как-то хотела сделать, но работа дети и было некогда. Ты мне отдашь? Отдала. Два. Один у меня побольше. Был прям такой большой фонарик новогодний, а второй поменьше. Прям они так... Разница у них, наверное, была сантиметров восемь высоты. Вот. А теперь я пересмотрела и хочу делать все под себя. Не просто там мастер-класс, а именно под себя. А вы уже будете смотреть и думать, нужно ли вам это и делать вместе со мной. Так что мастер-классы задуманы, записаны. Будем с вами делать весенне-летние тире. Вот. А сейчас вам хочу показать букет, который мне Александра подарила, жену, сына. До сих пор стоит. Вы представляете, февраль месяц. Новогодний букет, композиция, до сих пор стоит. Это говорит о том, о хорошем качестве ёлки. Не зря, допустим, там сорта ёлки стоит под 60 тысяч. Представляете, ёлочку на Новый год купить за 60 тысяч. Но эта ёлка будет стоять прямо под конец, до конца февраля. Потому что хорошее качество, но это импортные ёлки. Хотя вот их выращивали за границей. За границей и теперь поставок нет. Вот уже в этом году нам не поставляли такие ёлки. Но я не знаю, где эту ёлочку взяли. Разобрали на вот элементы и сделали букеты. Теперь у нас в Подмосковье есть хозяйство, которое хочет выращивать такие сорта ёлок, чтобы вот они у нас были, стояли долго. Но я думаю, цена не изменится. Я думаю, цена, что из-за границы привозили 60, что у нас в Подмосковье выращивается тоже 60. Хорошо, если я ошибаюсь. Но пока эта ёлочка вырастет, пока посадят эти семена, пока семена вырастут, это внукам, наверное, будем с Александром покупать такие ёлочки. Ну ладно, сейчас покажу вам букет. Потрясу его, может быть, хоть одна иголочка упадёт. Вот он букет с бабочкой. Я ещё и бабочку тогда, помните, говорила, что один букет был маме, второй мне. Бабочку я не приклеила, нужно приклеить. Но буду разбирать, когда эту композицию уже. Тогда я и вот эти ягодки возьму, и вот эти шарики, и бабочку приклею. И вот давайте посмотрим, посмотрите, какая красота мне очень понравилась. Вроде бы, знаете, простой, очень простой букет. Но он ото всей души был сделан, я так думаю, изготовлен. И долго стоит, и вообще такой милый-милый. И вот давайте потрясём. У меня цвет венги, а мебель здесь будет видно. Так, одна упала иголочка, и всё. Вот она, иголочка, которая упала. И всё, представляете, ещё простоит до лета. Но я специально не буду выбрасывать, я вот хочу посмотреть. Смотрите, я вот так вот тормошу, да, и не падает. И вот, ещё одна упала. Нет, да, ещё одна упала. Ну, короче, это нужно тормошить. Я потрясла вместе с мамой, вот пошуршала, и только три иголочки упала. Ну, вот эта композиция стоит до сих пор. Пусть стоит, мне нравится. У нас всё тает, дорожки уже совсем не снежные, да и розы уже, видите, наполовину, совсем наполовину уже не под снегом. Хотя немного было снега, всё-таки закрыто снегом. Так, а я сегодня, предполагаю, девочки, вместе с вами зайти в светофор, посмотреть, что там нового, что интересного, какие новинки. Кое-что я предполагаю купить. Посмотрим, если что-то для себя найду. У меня есть определённые хотелки. Если что-то для себя найду, обязательно вам покажу. Ну, и так вместе с вами посмотрим по полочкам. Новенькое, интересненькое, а может быть, старенькое, забытое. Девочки, заехала в магазин светофор район Вилшанки. Зелёный чай, 88, горячий шоколад, 91. И вот такой вот набор интересный. Здесь у нас идёт чёрный чай, корица, яблоко и чай чёрный сомбирём. Так, а вот цены на него нет. А мне бы интересно, сколько он стоил. Допустим, можно даже вот так вот на какой-то презентик, подарочек небольшой. Залить кипятком из расчёта 1 чайная ложка на чашку. И настаивать 3-6 минут. Ну, очень плохо. Горячий шоколад, 500 грамм, 91 рубль. Так, а вот шиповник. Здесь у нас шиповник 500 грамм, 199 рублей. Ну, 200 рублей. Растворимый. А он жидкий. Не порошочком, как в фикс-прайсе. Приобретайте. Здесь соки различные у нас. Это у нас апельсиновый, 71 рубль. Помидоры, томатная паста, 157 рублей. Вот такая вот. Производитель Кухмастер. Знаю такой производитель. Хороший. Томатная паста ГОСТ, 148 рублей. Помидорки, огуречки. Посмотрите, какие корнишончики. 112 рублей. Ой, протекает банка. Аккуратно, смотрите. Так, соус азиатский. 190 рублей. Горошек 68. Прозрачные. Баночки. Это очень удобно. Смотрите, можно посмотреть. Нравится, не нравится. Ну, а по поводу этого светофора, я хочу сказать, что здесь ценники везде проставлены. Все аккуратненько разложено. Напитки, лимонады, все есть. Кстати, вот такой лимонад я покупала очень вкусный. Это он был в магните. Но потом почему-то по каким-то причинам из магнита перестал поступать. О, какие красивые. Это сухие завтраки. Глазированные колечки с фруктовым, ягодным вкусом. 74 рубля. Ну, и давайте здесь посмотрим, что. Камешки цветные. Это морские камешки. 126 рублей. Гематоген детский. 400 грамм. 10 штук. Цена 119 рублей. Я хочу сказать, что очень выгодная цена. Затем здесь печенюшки различные. 142 рубля. 0,7. Затем восточные сладости. 199 рублей. Но 200 рублей за килограмм. За килограмм. Затем песочные. Но здесь ассорти. Здесь есть зефир в шоколаде. Здесь есть песочные творожные. Печенюшки, орешки и курабье. Конфеты. Пастила. Нежнулька. Нежнулька. 172 рубля. Затем, опять же, камешки. Арахис. 89 рублей. Вот такие вот печенюшки. Очень вкусные. Что взрослым, что детишкам. Детишки их прям кушают на ура. Но цены нет. А есть кренделек с морской солью. 500 грамм. 74 рубля. И 24 рубля за 200 грамм каша. Домашняя. Пшенная. В общем, на молоке она получается очень-очень вкусная. Майонез. Махеев. 158 рублей. Правда здесь... А, вот, да. Махеев точно. Махеев. В светофоре новинка. Подушка анатомическая. С эффектом памяти. Размер 40 на 60. 1053. Вот так вот она выглядит. Если вам нужно, то обратите внимание. А еще есть анатомическая подушка. А, это она же. Затем здесь полотенца кухонные. Цвета различные. Полотенчики для рук, для лица. И что мне нравится здесь, посмотрите, все так разложено хорошо. И по ценам. Цены есть везде. Здесь вот цветовая гамма. Смотрите, какая красивая. Так. Ну и посмотрим еще с этой стороны, что у нас. Подушка. Подушка. Цена 809 рублей. Здесь у нас одеяло. Лебяжий пух. Также одеяло. Очень много. И подушка. Лебяжий пух по 286 рублей. Мне понравился рисунок на покрывале. Посмотрите. Совы. Это у нас покрывало ультра степ. Двухстороннее. 687 рублей. Размер 200 на 210. Но расцветки здесь есть и в голубом, и в сером. Затем вот такие вот покрывалы есть. А-ля гобелен. Но это, конечно, не гобелен. Но смотрится неплохо. Также сумочки или рюкзаки за 646 рублей. Давайте посмотрим, что здесь из посуды. От люминарк вот такие вот глубокие тарелки. Очень мне понравились. Я покупала. Понравилось, понравилось. Материал опал. 75 рублей 10 копеек. Затем здесь у нас набор на 7 предметов с декором. Это кувшин и стаканы. 460 рублей. Салатник. 23 сантиметра. Вот такой большой. Прозрачный. Красивый. 164 рубля. Вообще просто дешево. И 6 стаканчиков. Нет, 6 фужеров под вином. Кувшины в двух цветах. Оранжевый и красный. Чашки прозрачные. Мне они очень понравились. Я их покупала. До сих пор мне служат. Горячий. Кипяток заливаю. Все нормально. 49 рублей. Тарелочки. От люминарк. 146 рублей. В белом цвете материал опал. И такие вот рыженькие или кирпичные глубокие тарелки. 78 рублей. Чашка синего. Затем мятного, оранжевого цвета. Под салат или салатник. Это 99 рублей. Затем блюда сервировочные за 217 рублей. Также сервировочные тарелки рыбки. Красота. Я покупала такие же в магазине Фикс Прайс лет, наверное, 5-6 назад. Здесь они по 66 рублей. Мне кажется, это бюджетная цена. И блюда для запекания. Жаропрочная. Из опалого стекла. 655 рублей. Кастрюля летая. С антипригарным покрытием. С крышкой. На 6 литров. 1735 рублей. Крышка прозрачная. Есть ручки. Есть кастрюли в продаже. За 880 рублей. На 11,5 литров. Также с крышкой. С ручками. Казан или кастрюля. За 1123 рубля. И очень-очень много различных контейнеров. Ящиков универсальных. Мне кажется, на дачу можно купить 71 рубль на 9,5 литров. Ящики вот такие вот под овощи. Он складной. По-моему, в Фикс Прайсе были похожи. На 24 литра. 230 рублей. Корзинка. 391 рубль 50 копеек на 32 литра. И мне понравились вот такие вот ящички. Посмотрите, даже можно дома что-то здесь хранить. Крышка. И сам ящичку в такую решеточку. Два цвета. Кружка для миксера. На 2,5. Можно просто вручную взбивать здесь тесто. 89 рублей. Ящички или контейнеры. 205 рублей. И набор. Посмотрите, какой интересный. Емкость. За 288 рублей. И набор кухонных принадлежностей. Лопатка, половник, шумовка, ложка. Чашки. За 220 рублей. В наборе 3 штуки. На 1,2. На 2,1. И на 3,2 литра. 220 рублей. 30 копеек. Затем. Контейнер для овощей. Классная вещь. Я покупала себе. 189 рублей. На 10,5 литров. Затем контейнер хозяйственный универсальный на колесах. На 10 литров. Есть две ручки. Можно приспособить для кухонных принадлежностей. Ковш положить сюда, допустим. Кашу варим. Крышки. Моющие средства. Шампуни. Все что угодно. На колесиках очень удобно. Контейнер на 26 литров с крышкой со створками на защелках. 225. Я покупала такой. Мне очень понравился. Храню елочные игрушки. В магазине Светофор привезли кухонные стулья. Размер 87. 40 на 40. В металлическом каркасе. 962 рубля. Вот так вот он выглядит. Цвет беш. Комод или обувница за 2484 рубля. Очень удобно. Так, размер ее 600, 320, 850. Полочки или стеллажи за 2566. И также привезли у нас жалюзи. Все одного цвета. Такого пастельного цвета. Спокойного. Маска сварщика. За 599 рублей. Возможно, кому-то из мужчин пригодится. Цена, мне кажется, очень бюджетная. И самоклеющая стеновая панель 759 рублей. Смотрите, какая. Белая. Самоклеится. Убираем защитный слой и клеим. Так, а по рисунку давайте посмотрим. Рисунок только один. Да, только один рисуночек. И термоскатерть двусторонний 62 рубля. И посмотрите, какие есть коврики. Коврики в магазине FixPrice продаются. Вот я не знаю, по чем. Сейчас подойду, посмотрю. Так, размер у коврика. 47 на 85. Для чего можно использовать? Удерживатель грязи, воду, мелкий мусор, легко чистится, не впитывает влагу и запахи. Можно расположить как предверный коврик. Перед тем, как, допустим, помыть посуду, сюда разложить грязную посуду, а потом уже ее помыть и разложить. Можно разрезать даже этот коврик. В общем, все идеи здесь, смотрите, для фитнеса можно, для сада, огорода на подоконник. Можно поставить и цветочки, не будет пачкать подоконник. Цвета в ассортименте, но цену я так и не узнала. Ну вот, закончила я обзор. Давно здесь не была. Ожидала увидеть что-то такое интересное, еще более интересное. Также здесь электрический чайник у нас. Чайник электрический на 2,2 литра. Металл 540 рублей. И электродуховка. Чудо-пекарь 3685. Зашла, девочки, в магазин и по дороге, и купила. Это я была у нас в магазин кондитерский. Там много сладостей всяких различных. И вот я Александру к чаю купила. Он у меня сластен. Купила сочники. Ну, конечно, сочники все-таки хочу сказать. Знаете, я пробовала не из этой партии, а вообще пробовала сочники. Не такие, как были в детстве. Не такие, как в школе в буфете продавали. Там были другие. Но это тоже Александр съест. Затем купила зефир в шоколаде. Выложу, все покажу. Зефир, кстати, самый лучший. Это Невский, питерский. Взяла картошку, пирожное. Затем зашла уже в магнит. Купила уши свиные. Здесь написано к пиву, но мы не к пиву. Просто так едем. Они подкопченные, очень вкусные. Но это на любителя. Мы любители. Затем купила колбаску. Финский сервелат. Папа может. Так, это у нас молочное. Отяшево. Первый раз такое взяла. Не знаю, вкусно, невкусно. Кто брал, скажите. Высокий, стандарт. Ну уж прям не знаю даже. И взяла батончик. Это вот просто походу я взяла и в магазине прикупила. Сейчас все это уберу и покажу вам, что как выглядит. Вот так вот у меня получилось. Моя любимая ваза. Одна из любимых. Здесь у нас мандаринчики. Мандарины, кстати, в одном мандарине одна косточка. Не в одной дольке, а в одном мандарине. И очень-очень сладкие, вкусные, сочные. Такое редко бывает. Перед Новым годом они были такие прям вкусные и вкусные. После Нового года уже не очень. Но вот эту партию я сейчас просто почистила, попробовала, чтобы вам рассказать. Очень-очень вкусно. Так, ну и я всегда подаю сладости на вот такой вот тарелочке. Блюдо. С тремя зайчиками-воришками. Очень нравится мне эта композиция. Знаете, такие держат тарелочку, а сами лапку тянут. М-м-м, вкусненькая там. А этот уже что-то стащил лапку в рот. Знаете, и как бы это в тему к этому году получилось, что год зайца-кота и здесь как раз кролики у меня. Или зайчики, все что угодно можно. На заднем плане зайчик приобретался не в этой коллекции, не из этой коллекции. Коллекция Лефард. Я очень люблю коллекцию Лефард. И если вижу что-то по какой-то скидке, хотя редко бывает скидка у Лефарда, но бывает, то обязательно покупаю. Вот здесь у нас коллекция Лефард. Я их отвернула, кстати, лицом к стеночке. Это у нас ангелочки. Ну, наверное, зрители уже видели. Зайчик. Тоже от компании Лефард. Я обычно сюда или конфетки складываю, или вот салфеточки. Короче, эта вазочка у меня многофункциональная, потому что я ее и покупала, уже знала, что что-то сюда такое можно разместить. Так, ну а из коллекции воришек у меня тоже кое-какие есть комплекты. Обязательно вам в следующий раз покажу, если интересно. Но я уже показывала. Если интересно, кто-то не видел, обязательно напишите, я покажу. А так, в общем-то, я на канале показывала. О, Александр пришел. Ну, тогда придется мне немножечко отложить. Сначала мужа накормить, потом пообщаться, а потом уже заняться уборкой. Так, я купила мандарины, пришел муж. Ушки! Ушки на макушке, да. Ушки, кислины, к пиву. Ну, мы без пива пьем. Пьем, едим. Я купила мандарины, а тут заботливый муж пришел. А я шел с работы и купил апельсин. Апельсинчики купил. Вот такие марокканские апельсины у нас сейчас продаются. Ты знаешь, апельсины вообще очень редко, чтобы были сочные. Мы как-то так один раз взяли, да? Вот такие вот вкусненькие. Я надеюсь, почистим, посмотрим. И яблочки красные. Там были еще зеленые яблуки, но как-то колозасные. Симиринку? Нет, просто зеленые-зеленые. Хоть и говорят, что в зеленых больше витамин, они чем кислее, тем лучше. Ну, не знаю. Я лично как-то кислые яблоки мелочи. Заботливые, девочки. Ой, подхоленистые. Вот. Одну вещь я купил не по собственной инициативе, меня заставили. Ну, я просто говорила, что у нас закончились. Закончилась мука. Поэтому пришлось мне зайти и купить муку, маку. Хорошо вспомнил. Маку, да. 2 килограмма. Ну и на ужин попить я купил. Да, что ты. Это Светлане? Персик. Светлане, это что? Персик. Бери и пей что-то, я не знаю, такую фирму. Не знаю. А себе взял. С трех лет можно. Да. А себе прусок. А у тебя тоже с трех лет нет? Ну, наверное. Сейчас посмотрим. Или это только меня касается. Нет, это только меня касается. Потому что фирма другая. Про сок, а у меня бери и пей. Я говорю, я такое что-то фирму вообще не знаю, не помню. Ты на мне экспериментируешь, да? Я смотрю. Нет, просто тебе как бы сладенькое. А мне так и будет соленое. Ну ладно, сейчас как раз разогрею Александру чай. Напою его чай со сладостями. И буду делать ужин готовить. Сегодня у нас мясо. Вот, ручки моет. Молодец. Смотрите, какой. На ужин, я так подумала, думаю, приготовлю я картофель по-французски. Есть мясо по-французски, а у нас сегодня будет картофель по-французски. Что для этого нужно? Конечно же, сам картофель. Я уже почистила, нарезала. Вот на такие вот слайды. Не толстенькие, не тоненькие. Прямо такие вот хорошенькие. Затем помидор. Лук любой. Золотистый, красный, белый. Все на свой вкус. Не привязываемся конкретно к какому-то луку. Даже пусть этот лук будет для салатов. Вам нравится? Берите и используйте. Помидоры у нас замороженные. Замораживала я их осенью. Ароматные, вкусные летние помидоры. Немного сыра, натертого уже. Любой майонез. Абсолютно любой. Какой вы любите. У меня попался Махеев на мои глаза. И я его купила. И, конечно же, мясо. Будем делать все в духовке. Противень. Включаем в нашу духовку. И будем с вами готовить. Но перед тем, как готовить картофель по-французски, мясо я немного с двух сторон обжарю на сковороде. Для того, чтобы запечатать мясо. Итак, приступаем. Застелила противень бумагой пергаментной. Немножечко, прям совсем чуть-чуть сбрызнула маслом подсолнечным. Теперь я буду выкладывать картофель. И затем на картофель мы уже положим мясо. Пришли с работы. Времени нет. За нас духовка все приготовит. В духовку и занимаемся дальше своими делами. Вот меня спрашивали, девочки, зрительницы, как можно все успеть. А успеть можно. Выбираем ужин, который готовится недолго, быстро, вкусно. Желательно в духовке. Потому что если мы готовим что-то на плите, то нужно, естественно, присматривать за продуктами, которые мы готовим. А в духовке поставили на время и все. И за нас духовочка все приготовит. Да и в духовке, мне кажется, полезнее, правда же, чем на огне. Хотя шашлыки очень-очень вкусные, когда можно приготовить на костре. У меня очень сын вкусные шашлыки готовит, девочки. Ну, он у Александра, у папы, научился. Это хитрость приготовления. Знаете, какая? Готовить все с любовью. Хороший соус для приготовления, в котором мы маринуем. Итак, дальше солим, конечно же, картофель. Мясо, когда запечатывалось, я тогда уже его и посолила, и поперчила. Поэтому отдельно солим картофель. Затем я сюда лук. Лук, если вы любите. Не любите лук? Не добавляйте. Но, мне кажется, с луком получается ароматнее, вкуснее. Теперь мясо выкладываем. Опять же, не любите мясо? Можно курицу. И это уже по вашему желанию. Так. Теперь помидоры. Но сыр я вот так вот сверху сделаю. Я вам показываю, как я делаю. Вы можете делать по-другому, как хотите. Здесь уже каждая хозяйка себе хозяйка. У меня еще не разморозились помидорки. Не до конца. Видите? Но ничего страшного. И теперь мы на каждый кусочек кладем по помидорке. Очень вкусно. Очень-очень-очень. И теперь у нас осталось немного сыра и еще сыром. Ну, потому что мы любим так, когда много сыра. Он расплавится в духовке, будет очень вкусный. Перед подачей можно украсить зеленым луком, укропом, петрушкой, кинзой, всем, чем вы любите. Ну, и теперь в духовку на 160 градусов. Девочки, не ругайтесь. Забыла совсем показать, что можно еще и майонезиком пройтись. Так будет сочнее. Можно сметаной. Но мне как-то больше нравится майонеза. Оно и красиво, и вкусно. Можно майонез, естественно, делать самим. И это очень хорошая идея. Но нужно время для этого. Красота! Прошу прощения, что забыла показать, что майонезом нужно. И еще обязательно спросите, как же так тоненько получается майонез. Мне муж в крышке из-под майонеза сделал дырочку. И теперь можно крышку менять на любые упаковки с майонезом. Это очень удобно. Вот и ужин. 40 минут, и он готов. Ну, а чему здесь готовится-то? Мясо я немного отбила. Плюс немного запечатала. Картофель, лук, сыр. Какой красивый сыр! Не зря я его посыпала побольше. Здесь кусочек мяса почему-то сверху. А, я доложила, девочки, я забыла. Здесь я выложила этот ряд. Потом смотрю, у меня в тарелке еще мясо осталось. Вот помидор можно было бы еще побольше. Но я достала одну упаковочку замороженную. Поэтому в следующий раз побольше. Из-за помидора у нас не было еще в морозилке. Поэтому я... Да, ты мало заготовила. Ничего-ничего, мы с девочками побольше заготовим. Теперь начнем прям с мая. С мая траву, траву свежую, траву. Девочки, приятного аппетита! Быстро, вкусно попробуйте. Можно курицу вместо мяса. Можно рыбу. Но сегодня у нас пока мясо.